Добрый день, земляки! Сегодня я хотел бы перед вами отчитаться за день выборов, который прошли 13 сентября 2020 года. Это муниципальные выборы. Я уже как-то выступал и говорил, каким образом все-таки мы зарегистрировались. И вот сегодня я хотел бы вам доложить, как прошли выборы в республике Калмыкия. Ну, вы знаете, что у нас было зарегистрировано в 13 районах наших выдвиженцев. К сожалению, в 4 районах депутаты по списку в районном муниципальном образовании не были зарегистрированы. И вот хочу доложить вам о том, как прошли выборы в 10 районах, выборы муниципального образования, районное, значит, сельское муниципальное образование. Значит, несмотря на то, что многие в Инстаграме пишут о том, что КПРС и Республиканское отделение провалило эти выборы, Я хочу вам сказать о том, что мы добавили, если у нас прошлый созыв в районных муниципальных образованиях, значит, и в сельских муниципальных образованиях было, значит, 56 депутатов, сегодня у нас 66 депутатов. Поэтому я считаю все-таки, что мы добавили. Конечно, в тех районах, где нам отказали в регистрации, значит, у нас там не были выбраны, значит, депутаты в районном муниципальном образовании. Это Чернеземельский район, Киченеровский район, Малодербетовский район и Шултинский район. Но там избраны депутаты в сельском муниципальном образовании. Хочу отметить, что в тех районах, где мы тотально перекрыли, значит, участковой избирательной комиссии, хочу отметить, что все-таки уменьшилась явка и, в общем-то, в некоторых районах очень прилично. Хотел бы отметить о том, что в Октябрьском районе почти вдвое явка уменьшилась, значит. По Октябрьскому району, значит, хочу сказать, что, значит, в тех сельско-муниципальных образованиях, то есть, где были участки, где мы не смогли, значит, перекрыть, а это, значит, Човахамур село, Мансенкец, поселок Южный и Зунда-Тулга, значит, после 18.00, когда на этот период было 22%, после 18.00 и 20.00 явка увеличилась в 2,5-3 раза. Вы прекрасно понимаете, почему так произошло. Были открыты вбросы и, в общем-то, только за счет этих четырех, значит, участковых избирательной комиссии в Октябрьске, значит, Единая Россия смогла таким образом набрать голоса. Хочу отметить о том, что, к сожалению, на сегодняшний день, значит, вынужден сказать о том, что, вернее, сделать два вывода, что сегодня в Республике Калмыки, да не только в Республике Калмыки, наверное, а по всей Российской Федерации, сегодня, значит, избирательная система, в том числе и в Республике Калмыки, она интегрирована в административный ресурс. Это уже ясно и понятно. К сожалению, хотелось бы отметить и другие стороны, когда, значит, нам отказывали регистрацию, значит, мы подавали суд, прокуратуру, значит, и так далее, значит, то есть такой глубокой переработки, значит, так мотивировочно, чтобы нам отказывали. К сожалению, мы этого не увидели. Конечно, мы будем дальше думать, каким образом все-таки преодолевать эти преграды. Более того, хочу отметить, что на сегодняшний день, то есть сделаны выводы, что Компартия сегодня на территории Республики Калмыки есть, будет, и мы дальше будем участвовать во всех выборах. Мы сегодня уже примерно готовим планы, значит, по выборам, значит, в Государственную Думу в 2021 году. Я сегодня хотел бы обратиться ко всем политическим партиям, которые, в общем-то, отставят тоже свои интересы, и к общественным объединениям, организациям, предложить им в следующем году выдвинуть одного единственного кандидата против, значит, кандидата Единой России, или против кандидата, будем говорить, партии власти. Мы тогда сможем добиться результатов. И я вот со своей стороны от имени, значит, Компартии Российской Федерации, его республиканского отделения, здесь в Республике Калмыкия, хочу сказать, что мы готовы пойти на то, чтобы выдвинуть единого кандидата от всех, от оппозиционных сил и от тех общественных политических образований, которые поддержат нас. И я уверен, что мы в одномандатном округе в Республике Калмыкия изберем достойного кандидата, который будет достойно представлять нашу республику высшим государственным законодательным органом. Поэтому я бы хотел еще раз обратиться. И последнее. Я хочу искренне, сердечно поблагодарить всех избирателей, которые поддержали Компартию Российской Федерации в лице, значит, республиканского отделения. Вы нам очень помогли. Вы сегодня доказали о том, что у нас есть электорат, который поддерживает нас и который хочет улучшить ситуацию в Республике, значит, улучшить ситуацию не только в экономическом плане, но и, скажем, в социально-нравственном плане, в политическом плане. Стабилизировать обстановку, чтобы двигаться вперед. Еще раз хочу вас поблагодарить. Спасибо вам большое. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.